Аллилуйя, слава Господу, слава Господу. Сегодня ко мне на работу пришел один человек. Знаете, что он сказал? Я увидел второй раз в жизни этого человека. Он неверующий, спитахтик. Он сказал такую хорошую вещь. Я пересмотрел весь твой Фейсбук, и я вижу, что тебе нравится делать то, чем ты занимаешься. И знаете, мне действительно нравится делать то, чем я занимаюсь. И мой Фейсбук об этом говорит. Поэтому мы делимся на самом деле тем, что нам нравится. И когда мы проповедуем Евангелие, мы это делаем только потому, что нам нравится Евангелие. Потому, что если Евангелие не нравится, как бы вам проповедовать? Правда? Через силу. Через силу. А если проповедуешь Евангелие через силу, то есть смысл задуматься. Почему ты так делаешь? Чем ты так живешь? Поэтому, друзья мои, это классно. Мне нравится проповедовать Евангелие. Мне нравится проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Евангелие Царства, Евангелие Иисуса Христа Распятого, Евангелие Иисуса Христа Воскресшего. Мне это очень нравится. Потому, что Иисус спас мою жизнь. Аминь. И сегодня мы возьмем время, писание говорит, что время коротко, дни лукавые, есть такая заповедь христианская хорошая, знаете, проповедуй коротко, и да пригласят тебя еще, ну это когда ты в гостях проповедуешь, да, обычно, особенно если это в Германии, вот. Но время коротко, дни лукавые, а Пасха приближается, очередная Пасха приближается, и сегодня мы поговорим с вами на очень важную тему, да, на тему Евхаристии, да, или хлебоприловления. На самом деле, первый такой момент, я хочу сказать, что такое Евхаристия, как это переводится, да, это не переводится как хлебоприловление, знаете, это слово используется как синоним слова хлебоприловления или вечерий Господний, но, оригинально это слово, которое употребляется в Реческом, Новом Завете, во всех местах, где говорится об этом, то это Евхаристия означает, переводится как благодарение, благодарность или признательность. И знаете, когда я посмотрел этот перевод, я всегда, на самом деле, когда принимал хлебоприловление, когда брал вино и хлеб, да, вспоминая жертву Иисуса Христа на кресте, я всегда понимал, что это не какое-то грустное мероприятие, я всегда понимал, что это не что-то такое, что просто делаешь ты, потому что надо делать, не понимая, но именно когда ты открываешь смысл этого слова Евхаристия, которое оригинальное в Новом Завете, из греческого языка, вот ты понимаешь, что все это, все это, все это, вот все вот это, да, вот это вот вино, это мацан, все вот это, мы принимаем, мы это делаем, потому что мы благодарны Господу, и мы признательны за то, что Он сделал для нас. И в первом, во-первых, что такое их значение тоже, да, вот как бы такое, что дает нам это все. Первое, что это нам дает возможность соединиться с Богом во Христе. Писание говорит, что мы не можем прийти к Отцу, а только не через Сына. И Сын, Он умер за наши грехи, для того, чтобы мы могли прийти к Отцу. И поэтому, когда мы соединяемся, то есть приходим с благодарением за жертву Иисуса Христа на кресте, приходим с благодарением за жертву Иисуса Христа на кресте, то мы соединяемся с Богом через Иисуса Христа, потому что мы соединяемся с Самим Христом в этот момент. Именно через это чудесное действие мы становимся детьми Божьими. Мы называемся детьми Божьими. В первом послании Коринфянам, 10 глава, 16 стих, написано, Чаша от благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христового? Павел, он нам расшифровал всю ситуацию. То есть, когда мы принимаем чашу с вином, то мы приобщаемся к крови Христовой. И когда мы берем хлеб, то мы приобщаемся к телу Христовому. То есть, мы с ним собираемся одно целое. Это чудесно. Это, не знаю, как вам, но это такой, знаете, как бы другой взгляд. Что не просто, знаете, это надо делать. А почему это надо делать? Надо делать. Иисус сделал, и мы должны делать. Не, я буду все делать. Все нормально. Мне не трудно. Я с радостью. Если надо, надо. Зачем? Я хочу узнать смысл. Но смысл, он заключается в том, что я через это священно действую, или через это, как называется, таинство, через это таинство я соединяюсь со Христом. И я, более того, соединяюсь с Богом через Иисуса Христа. Представляете, как чудесно. Вчера на горе Мирон было ужасное событие, мы знаем. И погибло 45 человек во время праздников в толпучке. Люди падали, давили друг друга. И там уходилось примерно 100 тысяч человек, да, 45, погибло, 50 раненых. В чем суть этого мероприятия вся была? Я вам скажу в чем. Я не зря сейчас заговорил об этом. Думаю, что там перескочил? Я не зря заговорил об этом. Суть этого мероприятия проста. На горе Мирон вспоминали восстание Баркомпы. Баркомпы. Некоторые люди живут на улице Баркомпы, да, в Петертике. Вспоминали восстание Баркомпы. А в чем суть этого восстания? Суть восстания заключалась в том, что в 135 году нашей эры Баркомпа поднял восстание. Раби Акива, кто же в этом улице Раби Акива, есть Акива? Мы живем в Израиле, да, на исторических улицах. Раби Акива, он объявил Баркомпу Мессии. И поэтому народ подключился к этому восстанию. Потому что на самом деле в тот период времени было огромное количество всяких людей, которые что-то поднимали. Это же или воздух, или землю, да. Помните, Габалил говорит, то есть это от Бога состоится. Если не от Бога, помните, что того египтянина пришел и увел полку людей в пустыню. И где он, никто не знает, где он. И вот Баркомпу поднимает восстание. Раби Акива, ученик Раби Йохана бен Закайва. Он объявляет его Мессией. Народ поднимается. И костры, которые все любят жить сегодня, это был как бы знаком тогда, знаком было, что это знаком начала восстания. Все разжигали костры. И тогда, вы знаете, не было телефонов. Начинаем восстание. Ага, костер. На барабанах здесь не принято быть, как в Африке. Языка барабанов у нас нет своего. Все. Восстание было римлянами задушено, уничтожено. Иерусалим был еще больше разрушен. И евреям запретили селиться вообще на территории Иерусалима и на территории Иерусалима и на территории Иерусалима. Вся концовка этого истории. Но когда я сегодня проповедую о Христе, я говорю о том Христе, который был настоящим Мессиям, который был за сто лет до Барковбы. За сто лет, как Раби Акива провозносил, что Барковбы Мессиям. Он пришел за сто лет до этого. Писание говорит, что его не приняли. Но именно Христос, Иисус Христос, а не Барковба, Он изменил жизни миллионов людей на этой земле в лучшую сторону. А Барковба, как тогда в 135 году, так и вчера, продолжает изменять людей в худшую сторону. Продолжает забирать жизни людей. Понимаете, о чем речь? Это непрекращающееся забирание жизни людей из поколения в поколение. Вот что значит вера в лжевеси. Аллилуйя. Слава Богу. 1 Коринфянам 11 глава, 23 стих. Павел пишет, Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую принад был, взял хлеб. И он, благодарив, преломил и сказал, Примите, идите, сие из тела мое, за вас сломимое, сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечерней сказал, Сия чаша есть много завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сие или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да и скрыт же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сии. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Такое вот серьезное место, раз так вот смотрю, взгляды такие, напряглись нет, и правильно. И правильно, что напряглись, потому что иногда, иногда напрячься. Но для чего? Для того, чтобы потом расслабиться. Понимаете, о чем речь? То есть, здесь Писание говорит, что мы должны исследовать себя, когда мы приходим принимать тело, или соединять с телом и с кровью Господа Иисуса Христа. Исследовать себя. То есть, здесь понимание, оказывается, о достоин или недостоин человек принимать. Имеет ли он право или не имеет он право. Я Писание читаю, да, я Библию читаю. И, знаете, когда я размышлял всегда об этом, тут одно очень важное я хотел бы сделать, ударение. Очень многие делают ударение о том, что там кто ест, пьет недостойно, пьет в осуждение себе, и так далее, и так далее. Умирают, больные, и так далее. Факт. Очень важный факт в 31 стихе. Господь всегда показывает путь. Господь всегда показывает дверь. Светлое будущее. 31 стих. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. То есть, когда я, когда я наблюдаю за собой, когда я стараюсь, прилагаю усилия для того, чтобы прославлять Господа своей жизнью, когда я действительно исследую себя, останавливаюсь и исследую себя. Мне часто говорят, нам сообщать, когда будет хлебопреломление. Ну зачем? Иисус же не будет нам сообщать, когда Он придет. Правда? А что важнее? Хлебопреломление или приход Христа? Я допущу, что приход Христа важнее. Правда? Так если приход Христа важнее, то значит хлебопреломление для нас, как само собой разумеющееся, мы всегда должны быть готовы. Потому что мы по идее должны быть готовы к приходу Иисуса Христа. Потому что если хлебопреломление, хлебопреломление, не будет у нас каждую минуту. То есть вряд ли будет такой, сидишь ты такой дома, да, или спишь. И тут такой зло, все, вставай в хлебопреломление, срочно. Не будет этого. А Господь может прийти в любую минуту в Писание Меды. Представляете, насколько нужно быть готовыми. И не просто готовыми, а мудро готовыми. Потому что Писание показывает там притчу о десяти девах. Опять были готовые просто, а пять были мудро готовые. Пришли-то все десять. Но не все вошли. Это очень важно. Поэтому Писание говорит, что когда мы говорим о хлебопреломлении, о принятии тела и крови Господней, то мы размышляем о себе. Так часто люди любят размышлять о ком-то, когда читают предыдущие стихи. А о ком-то размышлять не надо. И сейчас я, может быть, какую-то мысль пошляпу, а то, 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 а то. Закройте глаза и посмотрите в себя просто. И все. Но почему я это все говорю? Не для того, чтобы поделить людей на пшеницу и плеливы. Не для того, чтобы поделить людей на мелкую и крупную рыбу. А для того, чтобы сегодня, в конце этого служения, мы все вместе приняли хлебопреломление. Именно для этого. У нас еще есть время. То есть, пока я проповедую, вы готовитесь. Если кому-то надо встать, выйти, помолиться, чувствуйте себя свободно. Но на самом деле, потерпите. На самом деле, я хочу сказать такую вещь. Господь умер за всех людей. И на самом деле, опять же, я сейчас немножко так сказать, оставлю эту мысль и перейду к следующей пока. Хлебопреломление кто установил? Кто сказал нам ее делать? Господь. Господь. Сам Господь, Он сказал и показал, да? И показал, как это надо делать. Правда? Как это надо делать, все помнят? Странно. Мы просто в железе все, да? Не, у нас был карантин. Может кто-то забыл. Может кто-то думает. Я же рассказывал вам историю, когда мы молились за евангелизацию, когда я жил в Кириат-Гате. А у нас был один брат в церкви. Он плохо знал русский. Он молился за бостовку. Он думал, что это за бостовка. Я говорю, ты что, серьезно за бостовку молился все это время? Да? Я так понял. Два месяца за бостовку молился. Когда все за евангелизацию. Поэтому я хочу быть уверенным, что все все понимают и помнят, да? О чем речь. В первом главе. Итак, как Иисус на делал? Я с вами обращу ваше внимание на одну очень поразительную вещь. 26 глава. 26 глава 17 стиха. И в первый же день опресочный, то есть первый день Пасхи, приступили ученики к Иисусу и сказали Ему, где велишь вам приготовить тебе Пасху? Он сказал, пойдите в город такому-то и скажите Ему, учитель говорит, время мое близко, у тебя соревшу Пасху с учениками моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Что значит приготовили Пасху? Вспомним, да? То есть, значит, напекли куличей, яиц наварили, накрасили и пошли в ближайшую, значит, синагогу осветить. Потому что православной церкви тогда еще не было. А, ну я забыл, что еще не было и куличей, и яиц тогда напекли. На самом деле, что? Бараны зарезали, мы помним, да? Бараны зарезали, и из этого барана сделали что? Готового барана. Это была паста. И также были определенные вещи, которые по традиции, всякие травы, приправы использовали для того, чтобы кушать вместе с пастой. Что дальше происходит? Когда же настал вечер, он воздох с двенадцатью учениками. Когда они ели, сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, не я, не Господи. Он же сказал в ответ, опустивши со мной руку в блюдо этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, он поборит тому человеку, которому Сын Человеческий предается. Который Сын Человеческий предается. Лучше бы было ему не родиться. При всем и Иуда, предающий его, сказал, не я ли рали? Иисус говорит ему, ты сказал. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил и раздавая ученикам, сказал, примите и едите сие из тела мое. И взяв чашу и благодарив подал им и сказал, пейте из нее все. Ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за мною их изливаемое во оставление грехов. Итак, мы видим здесь простую картину, простую ситуацию, что Иисус с учениками, чем меньше людей разговаривает во время, когда я говорил, тем меньше они мешают. Иисус с учениками, он сел, и обратите внимание, все ученики были с ним. Все ученики были с ним, включая Иуду. Знал ли Иисус, что Иуда предатель? Знал. Говорил ли Иисус, что один из здесь предающий меня? Говорил. Говорил ли он, что тот, кто сейчас омокнет в чашу со мной, он предает меня? Говорил Иуда, Макая, не я ли? В других местах написано, делай, что делаешь, делай быстрее. Иисус знал, куда он идет, для чего он идет и зачем он идет. Потому что именно в этот период он молился, мы помним, в Есиманском саду на камне. И его пот был каплей крови, и он говорил, Господи, да минует меня чаша сия, но не Моя воля, но Твоя да будет. Очень. Но не Моя воля, а Твоя да будет. Очень хорошая молитва, друзья мои. Не Моя воля, а Твоя да будет. Мы так часто хотим, чтобы была Моя воля. Я хочу чего-то. Моя воля. Иисус говорит, Иисус вообще не хотел идти на крест. Мы видим это в описании. Но Он знал, что написано о нем. И поэтому Он по написанному шел. Знаете, как важно идти по написанному? По написанному. Когда что-то написано, и когда ты это исполняешь, оно не всегда может быть радостно, потому что иногда это больно. Но когда ты идешь по написанному, это благословение. Вы знаете, хочу сказать, что Иуда был один из. И когда я спросил у вас, помните ли вы, как Иисус показал пример принятия Пасхи, я имел в виду также и это, что не просто надо вино принимать и хлеб, но и нужно еще любить тех людей, которые возле тебя находятся. Такой, настолько безусловной любовью, как Иисус любил Иуду. Представляете, Иисус любил Иуду. Он принимал с ним, он поделился с ним. Смотрите, он же когда это все делал, он же говорит, вот кровь моя за вас пролимаемая, вот тело мое за вас ломимая. И Иуда имел часть в этом тоже. Он тоже соприкасался со Христом через это действие, через это таинство. И Иисус допустил его. Поэтому, когда мы возвращаемся к 1 Коринфянам 11 глава, когда мы любим рассуждать, кто достоин, кто недостоин, моя первейшая задача – смотреть во внутрь себя. Потому что Иисус, зная Иуду, Он допустил его. И каждый несет ответственность сам за себя во время хлебопреломления, друзья мои. Сам за себя. И даже я не несу ответственность за кого-то, что кому-то сказать, ты недостойный. Потому что я не знаю, что в этот момент происходит в сердце человека. Потому что, может быть, с человеком что-то было негативное, недостойное, что-то он, может быть, сделал до собрания. А пока я проповедовал, он покаялся много раз. А я после собрания не пошел к нему спросить, ты покаялся? Нет. Да. То есть, у нас свое преломление, когда ему был устой, ты не расстроен. А Господь тебе по рукам съел. Куда лезешь? По копорам. Очень важно отдавать Господу жизненные ситуации, которые не связаны с тобой особенно. Потому что мы часто судим о людях по их поступкам, по их лицам, по их одежде, по их татуировкам. Мы же не любим, когда люди с этой руками, правда? Да. Мы не любим, когда люди с кольцами в носу. Да. Мы не любим. Да. Мы. Себя. Мы. Я приветствую. Всех. Мне какая разница? Вот ты что с бородой? Посмотри на меня иду с бородой. Понимаете, в чем речь-то? Человек, который чуть-чуть разный. Люди не приветствуют друг друга разных национальностей. Люди не приветствуют друг друга разных цветов кожи. Black loves matter. Все кричат по всему миру. Жизнь черных важна. А в жизни белых? White loves no matter. Понимаете, в чем вопрос? Еще как важна? То есть люди в мире делятся. Я сижу иногда и думаю, почему это деление? Откуда оно? Зачем? Можно так классно жить. И участвовать в ее команде. Это же чудесно. Пока я говорю. Это специально для вас я говорю. Если кто-то думает долго. Это не долго. Это чтобы ты успел покаяться за все из-за чего. Потому что я рассчитываю, что все мы будем приваривать я уголовление в конце служения. Аминь. Вот. Но я не долго сегодня на самом деле. И смотрите еще. Я вам уже сказал. Значит, кто может или недостой, я уже сказал. Это можно вычеркнуть. Евхаристия сказал. В примере Иуды сказал. О! Иоанна 8 глава. Иоанна 8 глава. Давайте откроем это место из писания. Обожаю это место из писания. Такое чудесное. Господь мне так много говорил через это место просто. Аминь. 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 Смотрите, что здесь написано. Восьмая глава Иоанна. Третья стих. А утром опять пришел в храм. И весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут. Смотрите, кто. Внимание, читаем. Тут. Внимание. Книжники и фарисеи. То есть. Садукеи и фарисеи. Что они делают? Привели к нему женщину. Взятую в прелюбодеяние. И поставили ее посреди. Слушайте, я вам скажу честно. Я живу 47 лет на этой земле. Я ни разу, никогда иду где-то и не могу сказать, что вот эта женщина, ее надо взять в прелюбодеяние. Причем сегодня это как бы не то, что вчера, а тогда. Сегодня это направо и налево. И я не помню ситуации, чтобы мне кого-то хотелось там куда-то привезти. Или чтобы в церковь приводили женщину, сидимую на собрании, но кто-то притягивает такую за волосы. Вот она в прелюбодеяние взятая. Кто это был за книжник? Садукеи и фарисеи. Где вы лазите? Я хотел спросить. Где вы ее нашли? Не с вами ли в прелюбодеяние она была взятая? А вы просто как-то успели вовремя одеться. Они приводят ее к Иисусу. Говорят, учитель, равен. Эта женщина взята в прелюбодеянии. Мне все еще интересен вопрос, как ее звать. А Моисей в законе заповедовал вам побивать таких камнями. Что скажешь? Говорили же это искуша его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Смотрите, какая интересная история. Им даже не важно было побить эту женщину камнями или нет. Им важно было искусить Иисуса. Чтобы найти, чтобы он сказал что-то против закона Моисея. Как они использовали женщину взятую в прелюбодеянии? Вы понимаете о чем речь? Вот так можно уже доступить от этого. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Очень часто я слышал очень много проповедей на тему, что Иисус писал на земле, не обращая на них внимания. До сих пор не понял, в чем была цель этой проповеди. Цель-то дальше этого рассказа. Какая разница, что Он писал на земле? Нигде об этом не написано, не надо об этом знать. Поэтому все будет как-то искушение. Проповедовать на тему, что Иисус писал на земле, не проповедуйте об этом. Это глупая проповедь. Когда же продолжались спрашивать Его, Он восклонившись сказал им, кто из вас без греха, первый бросит на нее камень. Вот это интересное проповеди. Кто из вас без греха, первый бросит на нее камень. Он не достоин принимать участие в преломлении. Кто из вас, из их без греха, первый бросит камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же услышал то и будущее увлечаемо совестью. У книжников Фарринг Франсейев есть совесть. Это, кстати, новость. Это будет новая зная. Обречаемую совестью. Стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус, и женщина стоящая в последние. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя. Знаете, почему сегодня люди легко осуждают друг друга? Потому что не нужно бросать камень. Очень легко бросаться словами. А камень – это дело. И вот когда Иисус говорит, они, видите, словами они были мужики все сильные такие. Но когда Иисус говорит, первый, кто без греха бросит нее камень – это уже дело. Это дело, которое, на секундочку, наказуемо. Отвечал никто Господи, отвечал она. Иисус сказал ей, я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. Иисус что здесь сказал? Он не сказал здесь, что можно прелюбодействовать. Он сказал, что иди и не греши. Как говорил Штирлиц, запоминается всегда последняя фраза. Запоминается всегда последняя фраза. А последняя фраза – иди и не греши. Он такой же Штирлиц цитирует, чтобы внимания не держать. В том, что я говорил. Потому что второго шанса не будет, опять. Почему нет? Наш Бог второго шанса, и даже третьего, ты знаешь? И четвертого, и пятого. Ну, может и не быть, ты прав. И может и не быть. Аллилуйя. В Матфея 22 глава, здесь написано 37 стих. Здесь написано очень интересные слова. Аллилуйя. Аллилуйя. 37 стих. 22-37. Что здесь написано? Иисус сказал ему, Возлюби Господа… А, вот да, сначала. 36 стих. Учитывайте, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, Возлюби Господа твоего всем сердцем, твоим и всей душой твоим и всем разумением твоим, сияй с первой и наибольшей заповеди. Вторая же подобная ей. Подобная ей. Что значит вторая же подобная ей? Читаем первую. Сияй с первой и наибольшей заповеди. То есть первая была, сияй с первой и наибольшей, а вторая, она вторая и наибольшая получается. Потому что она подобная ей. Такая же как первая. Люби всех одинаково. Люби всех одинаково. Потому что Писание говорит, если не любишь ближнего, то и Бога не любишь. А если любишь ближнего, то и Бога любишь. Красотень! Этому миру повезло, что я сегодня проповедую об этом, и вы будете всех любить теперь. Понимаете? Как много любимых людей появится в этом мире после сегодняшнего вечера. Это чудесно. А Богу вся слава. Правда? На сильных заповедях утверждается весь закон и пророки. Вот такая красота. И, как и Пофеоз в сегодняшней проповеди, я хотел бы открыть Матфея 9 главу. Правильно ли я подтверждаю слово Пофеоз? Да. Спасибо. Уже не совсем раньше правильно подтверждаю слово. Матфея 9 глава. Это сейчас то, что я сейчас прочитаю. Это будет относиться ко всем нам. Это то, что для всех нас. И это то, что должно исходить от всех нас дальше. Да? Такой вот проводник такой Божьего света. Матфея 9 глава 13 стих. Что здесь Иисус говорит? 13 стих. Пойдите, научитесь, что значит, милости хочу, а не жертвы. Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Аллилуйя. Помните фарисея с мытарем? Благодарю Бога, что я не такой, кто фарисей. Понимаете? Честно. Многие из нас благодарят Бога, что мы не такие, кто фарисей. Не, на самом деле, смотрите, Иисус говорит. Че хочу. Вот здесь, когда Он сказал 13 стих. Он говорит, пойдите, научитесь, что значит, милости хочу, а не жертвы. Это, кстати, милости хочу, а не жертвы, это слова Христа в оригинале, знаете? Он цитирует. Он цитирует. Он цитирует пророка Осию. Но вот слова Христа. Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. То есть, добро пожаловать, друзья, в клуб грешников. Которые оправданы Господом Иисусом Христом. А если кто не такой, то вы не туда зашли просто. Так что просто нужно определиться, да? И вот смотрите, что пророк Осия. Давайте вот откроем Осия. Это Иисус Святилю Джиосию. Давайте откроем оригинал. Осия, Осия, Осия. Он чудесный пророк. Который обновился, да. Да вообще. Я, кстати, пока вы не ставите, вы, пока не ставили, я на днях пророка Иезекиилия читал. Это человек. Кто-то еще хочет быть пророком. Только, опять же, не покупайте пророка с позитивным мотиватором. Две большие разницы. Пророком. Я читаю Иезекиилия, я читаю там другие, другие в пророках. Иезекиилию говорит, встань, собери все свое добро, проломай стену и начинай ночью переезжать. Кто хочет быть пророком? Вот так, чтобы он взрослый. И начинай ночью переезжать. А все соберутся и будут говорить, а чего ты переезжаешь ночью через стену? И почему у тебя глаза завязаны? Дальше я не буду рассказывать, читайте. Это было отступление апокалилигическое, 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 стало из стартового хороста, на самом деле. Итак, Осия, 6 глава. 6 стих. Ибо я милости хочу, а не жертвы. Ибо Боговедение более, нежели всесожжение. Вот чего хочет Господь. Ибо я, кто говорит, Бог говорит, я хочу милости. Я хочу Боговедения. Писание говорит, что милость Его, она что делает? Она каждое утро обновляется. Мы в прошлый раз читали с вами, это из Плач Еремии, да, написано. Милость Его обновляется каждое утро. Ты утром встал такой, а у тебя милость обновленная. Ну, как тебе, допустим, фильтр, может быть, поменяли, в мозгане, или там где-то в воду хирург, храник если у вас есть какой-то, да. Я не знаю, что там еще обновили. Вот так каждое утро обновляется милость в мозге. Один утром в мозге чистые, а милость еще раньше обновилась. Понимаешь? Раньше ты проснулся. Классно. Если ты утром проснулся не с той ноги, помни, что милость Божья обновляется каждое утро по отношению к тебе. И сегодня ты проснулся именно по той причине, на самом деле, что милость, она обновилась. Это благословение. Мне нравится. Я уже жду завтрашнего утра. Хочу проснуться и пережить это радостное событие. Итак, Бог хочет милости, но еще Боговедение хочет. И о чем здесь говорится? И говорится о том... Кстати, да, вот я же написал, гибнет народ какой, да, из-за недостатка времени. А? А, из-за недостатка времени. А, из-за недостатка времени. То есть, Богу очень важно, чтобы мы Его знали. И сейчас, когда вот мы здесь находимся, на самом деле, мы познаем Его сейчас. Мы познаем Бога милующего, Бога любящего. Хлебопреломление, вернемся к теме нашего, оно не должно разделять людей. Оно должно объединять людей. Потому что мы все тело Иисуса Христа. И мы соприкасаемся через Евхаристию с телом Иисуса Христа. То есть, так завязано, так все хорошо. И в этот момент мы благодарим Иисуса Христа, выражая Ему свою признательность за все то, что произошло в нашей жизни. Не хорошо ли это, друзья мои? Это просто, я вам скажу честно, шикарно. Нам очень сильно с вами повезло. Я благодарю Бога за то спасение, которое Он подарил мне, каждому из вас, и которое Он подарит каждому человеку. Я хочу сказать тем, кто будет смотреть эту проповедь в записи, что обязательно поставьте лайк и перепостите ее. Для чего я это говорю? Не для самой рекламы. А для того, чтобы, если вы хотите, чтобы ваша страница в Фейсбуке, она у вас есть, она была площадкой для проповеди Евангелия, то есть смысл перепостить проповедь. Правда? Или же записи в свою, что тоже очень хорошо. Окей, аминь. Аминь. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...